История радиотелеграфии в Бресте началась еще в советские годы. Необычное хобби и сегодня увлекает ребят разного возраста. Со всем малышами они впервые переступают порог класса, где изучают азбуку Морзе. А дальше задачи становятся все более серьезными и сложными. Символы эти нужно научиться различать на слух и, кроме всего прочего, быстро фиксировать. Такие занятия позитивно сказываются на развитии. Ребенок приобретает хорошую память, внимание, учится быстро думать и принимать решения. Мы учим детей различать звуковые сигналы, короткие, длинные. Они запоминают сочетание этих сигналов, из каких состоит буква или цифра, чтобы не путать их между собою. За счет наших тренировок у них хорошо развивается память, повышенное чувство внимания, скорость мышления. Потому что если взять уровень даже среднего нашего спортсмена, не высший уровень, а средний, когда звучит 100-120 знаков за одну минуту, то тут уже нужна очень большая собранность, внимание и скорость мышления, чтобы различить правильно, чтобы с этим еще что-то сделать. Потому что это сообщение нужно записать на бумагу, не пропустив ничего, или напечатать на клавиатуре. По данным Международного радиолюбительского союза, сегодня в мире зарегистрировано более полутора миллионов любительских радиостанций. В тройке лидеров – США, Япония, Россия. Несмотря на то, что наша страна в этом рейтинге находится в середине, это нисколько не сказывается на качестве подготовки молодых кадров, что подтверждает многочисленные соревнования. На протяжении многих лет белорусская команда находится в лидерах. В этом немалая заслуга тренеров, которые стараются найти индивидуальный подход к каждому. Чем выше мастерство, тем больше лет потребуется для этого. Поэтому сказать, что у меня есть ограничение какое-то по количеству лет подготовки, я не могу. Это все индивидуально. Я даже групповым методом и то не работаю. Это можно, если группа собирается, это можно сделать только в первые месяцы, когда идет разучивание азбуки. Все остальное – это индивидуальная работа с каждым. У каждого свои способности, у каждого свои возможности. Поэтому я, как тренер, должна рассчитать, так сказать, все это, чтобы рассчитать правильно нагрузку. Уже успели подтвердить свои успехи участники чемпионата мира в Венгрии. Дмитрий Гук, сестры Анастасия и Анна Красельниковы посвятили увлечению не один год. Много приходилось работать не только на занятиях, но и дома. И то, что такая деятельность дает свои плоды, подтверждает большое количество наград у каждого из них. Сегодня ребята с удовольствием делятся эмоциями от участия в международных соревнованиях. Для них это очередная ступенька на пути к большому успеху. На чемпионате мира мне очень понравилось. Там нашла много новых друзей. Ну, волнение присутствовало, но не так сильно. То есть, получилось у меня результаты хорошие, как хотела. Ну, получилось у меня так. Естественно, волнение, вот эта все атмосфера. Ну, получается все хорошо. Занимаешь место, радуешься. Результаты. Кто-то хуже, кто-то лучше сделал, кто-то хуже. Интересно тоже. Восемь упражнений как бы идет. Три упражнения на прием, три упражнения на передачу и два упражнения на клавиатуре. Сегодня перед ребятами непростая задача. Они должны определить свою дорогу в жизни. Однако, какой бы выбор они ни сделали, навыки, приобретенные на занятиях, обязательно пригодятся им и дальше. Продолжение следует...